Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Мне тут новость прислали вообще. Умереть не встать. В Сочи стая дельфинов вытолкнула из моря икону Богородицы. Ветеран группы Альфа, отдыхающий в Сочи, стал свидетелем удивительной картины. Подплыв к берегу, стая дельфинов вытащила на сушу иконы Богородицы. Ой-ой, и полотенце мы её обтёли. Слушайте, о чём пьёт, интересно, а? Ну, ветераны Альфа, конечно, они не как простые люди водку пьют. Они пьют чё покрепче. Так, Алексей Навальный, опять прелюбовница банкира. Ну, вообще, мысль он интересно высказывает. Уже вот после того, как всё было опубликовано, да, он пишет. Аскер Задей, ну, вот эта девушка, работает на телеканале «Россия-1», и там собирают деньги на лечение детей. Вот эти знаменитые смс-ки по 100 рублей. Им всё равно, кто и где собирает. Лживые пропагандисты на дотационном канале или хорошие люди. Не соберёшь – они умрут. Меня бесит, Навального бесит, несоразмерность сумм, которые тратят госбанкир и госведущие на свою роскошную жизнь в сравнении с тем, что надо собрать на лечение. И вот смотрите, оказывается, за всё время своего существования, 23 года, Росфонд собрал 14 миллиардов рублей, даже поменьше, 13,9. И он посчитал, и имущество вот этого Аскер Задей – это только то, что он посчитал, примерно 12 миллиардов. Это не считая деньги на счетах, сколько у него, понимаете? Вы представляете, какая будет сумма, если посчитать, сколько крадут во всех госбанках, госкорпорациях, на всех любовницах, на всех жён. Да, ребята, ну, что же делать? Тут дальше ещё немножко об этом есть и ещё круче. «Инсайдер. Подозреваемого в убийстве в Берлине уроженца Чечни Зеримхана Хангашвили зовут Вадим Красиков». Вот тоже заголовок, да? «Подозреваемого уроженца Чечни Зеримхана Хангашвили зовут Вадим Красиков». Я сначала понял, что это у него такой псевдоним или не знаю, как это. А, оказывается, тот, кого вот… Убивца зовут Вадим Красиков. Вадим Красиков убил Зеримхана Хангашвили. Ребята, вообще русский язык забыли. А вот так строят предложение, что без пол-литра… А, ну, в принципе, без пол-литра никто не читает, да? Да, вот так. Причём он находится… Вот этот Красиков находился в розыске в России за убийство, которое он совершил подобным образом. Более того, автор расследования утверждает… Побрит, что ли? Утверждает, что сам подозреваемый связан с расистим государством. Его имя исчезло из множества государственных баз данных. Ну, то есть, ему сказали, ты будешь убивать от нашего имени, или сядешь в тюрьму. Всё понятно, ребята. Вот ваше государство. Президент России Владимир Путин уверен, что блоку НАТО присущи устаревшие стереотипы мышления. Ой, они неправильно думают. Ой-ё-ё-ё-ё, они с Путиным не советуются. Вы, говорит, посоветовали с полковником Брежневым. Это старый анекдот. Образ российских хатеров, как считают в Кремле, за рубежом используют для отвлечения внимания. Для отвлечения внимания. Ну, не знаю, хатеров сколько угодно, российских, ну, в смысле, засвечены. Вот именно во время выборов и так далее. Ну, вы поняли всё, да? Чё тут комментировать? Я чё? Все умные люди. Госдума приняла сегодня во втором ключевом чтении законопроект о наказании для СМИ и иностранных агентов. Это только для СМИ. А для одиночных иностранных попозже будет. Значит, для физических лиц предполагается... А, если ты физическое лицо СМИ, у тебя штраф за 100 тысяч рублей или 15 суток ареста. Для юридических до 5 миллионов рублей. Это вот только СМИ, да? СМИ. А потом будут вот просто иностранные агенты. Накануне... Да, вот здесь об этом и сказано. Накануне президент Владимир Путин подписал закон, который допускает признание человека иноагентом. Критики этой меры говорят, что такой статус могут присвоить любому российскому гражданину. Правильно. Правильно. Женщина впервые возглавит общественную палату России. Ну, ребят, впервые, да. Лидия Михеева. Я посмотрел. Мама родная. Чем она только не занималась. Всё вокруг президента. Всё, да. Женщина. Ой. Российские школьники показали спад читательской, математической и, естественно, научной грамотности, ребята. Всё. Раньше говорили о положительной динамике, сейчас динамика отрицательная. Причём вот эта вот оценка качества знаний школьников по международным стандартам проводится раз в три года среди учащихся 15 лет. Тупые они. О! Ну, вечная фраза, а? Вечная. В Кемерово объявлен режим чёрного неба, ребята. Всё черным-черно. Неблагоприятные метеоусловия. О чём эти условия? Дымят все. Я помню, я в Дмитриево работал, когда там как запускали время от времени литейный цех, что-нибудь, плавку какую-нибудь делают, да? И всё. И ко мне чередой, мамашей с детьми, с кашлем. Фуф! Как вспомню, так вздрогну. В Северной Корее появился новый город. Новый город. Власти назвали его образцом цивилизации. Только жить... Ох! Новые дома, горнолыжная трасса и стадион. Только жить там никто не будет, ребят. Просто будут лампочки гореть, и всё. Чтобы издалека было видно. Вот это я знаю, что такое. Причём построили его, знаете где? Возле какой-то знаменитой горы, на которой родился отец Тим Чен Ына. Вот-вот-вот так. Пектусан. Помните, он на белой лошади недавно этот вот толстый там стоял? Гора Пектусан. Согласно легенде, официальной биографии, именно у этой горы, в тайном партизанском лагере от тайной женщины, тайного мужчины, родился бывший лидер страны Тим Чен Ир, отец Тим Чен Ына. Однако, согласно советским... Ну, чё вот пишут? Ну, нельзя только писать. Кто это такие? Ньюс Мэйл Ру. Однако, согласно советским и китайским архивам Тим Чен Ын, родился в 41-м году в селе Вятское Хабаровского края и провёл там раннее детство. Ну, вот как это? Как все узнают, корейцы, будут присоединять село Вятское Хабаровского края. Ещё как будут. Семья в России – территория ужаса. Ну, ребят, вот смотрите, сторонники законопроекта о домашнем насилии, бла-бла-бла, тут вот и посмотрели, что это за закон о домашнем насилии. Ребята, это мрак. Это просто мрак. В общем, ну, короче говоря, любую жену можно сейчас прибить. Вот только что не убить, понимаете? И вот тут разбираются, что как. Даже какой-то протеерей выступил, что принятие законопроекта о профилактике семейного бытового насилия чревато для России серьёзными негативными последствиями. Когда начнётся практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Даже так. Фуф. Нехорошо это. А, вот тут мне один парень задал вопрос, откуда у русских такая кровожадность. Просто в вопросах. Ребят, от телевизора. От злобы, я ему ответил так, от злобы. А злоба из телевизора. Все озлобленные. Вот такие дела. Это сейчас так. Пропаганда, она всегда была, но столько злобы не было. Не было столько злобы. Чиновник содержит любовницу круче, чем монаршу особу. А, вот я вам говорил ещё тут кусочек, да? Про вот эту монаршу особу. Про Костина, да? И вот что он тут пишет? Так, 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 так. Вот все вот эти вот, все вот эти вот самолёты он здесь представляет и так далее. Ну, удивляется, знаете, чему? Даже не тому, что вот самолёты. Что никого это делать. Понятно, да? Никому никакой разницы. Наплевать абсолютно. Вот тролли почему-то набежали. Наверное, этот Костин, он перепугался, что будут его обсуждать и так далее. Вот все они сейчас пишут, что получил он это, там, 10 миллионов, что ли, Навальный, за это расследование и так далее. У троллей есть такое правило. Если нечего сказать по существу, дави на автора. Как угодно дави, что у него нос кривой, что у него в ушах земля, что у него очки неправильные и так далее. Все, что угодно, дави на автора. И вот сейчас они все дружно пишут, что он получил, там, 10 миллионов или 10 биткоинов, фиг его знает, да? Вот. Но вопрос правильно мужик поставить, кто что, мужик или нет? Да, Владимир Поляков, почему, почему все молчат, всем наплевать? Пофиг. Абсолютно. Никакого возмущения и обсуждения россиян не удивить уже ничем. Да. В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна. Чего-то мне не верится, ребята. Вот, ну, не верится и все. Короче, девочка собралась в школу. Мама вышла на минуточку. Она решила взять котенка с собой. Кинула котенка в рюкзак и решила посмотреть через окно, мама там пришла или нет. А котенок так дернул, что она вылетела вместе с рюкзаком. Слушайте, какая-то чушь, а? Ну, что самое интересное, она в сугроб упала, ей нифига ничего не сделают. Ну, испугалась, конечно. Да. Не, никакого, ни переломов, ничего. Странно. Так. Десятилетний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области. Не в Сибири, а в Нижегородской области. Играли, играли. А потом забыли про него, ушли. Он остался в сугробе. Ну, это вот как, а? Где были родители вообще? Создана облегчающая... Вот это, ребята, это интересно. Медицина. Создана облегчающая прохождение камней в почках лечения. То есть, когда у вас камушки выходят, это всегда больно, да? И больно, когда вот он идёт через мочеточник. Вот придумали специальный релаксант. То есть, его там конёж, наверное, да? Или таблетку, не знаю, конёж, скорее всего. И мочеточники расширяются, расслабляются, да? И камушек легче проходит. Ребята, как нам говорили на урологии, идите в урологи, мужики, идите в урологи. Потому что это после многих операций такое облегчение. Вот, например, он никак не мог задержку мочи, да? Катетер поставил. О, это счастье. Правильно? Проезд в московском метро подорожает. Что-то у меня какое-то дежавю. По-моему, я уже говорил раза три об этом. Наверное, пять. Подорожает на два рубля. Ну, не так много, да? Все мобильные приложения из России могут нести контрразведанную угрозу. Я уже говорил, контрразведывательную угрозу для США. Смысл в чем? Тут, оказывается, есть такая вот, в качестве примера, американские спецслужбы называют FaceApp, да? Я посмотрел, это аппликация, так, ну, приложение, да? Вот смотришь туда, тебя он сфотографирует, а потом делает тебе бакенбарды, усы там и так далее, да? Может сделать бритым наоборот. Вот. Ну, и, конечно, тут написано, что создатель приложения FaceApp Ярослав Гончаров говорил, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия. Ага. То есть, вот все ваши, вот вы смотрите, да? Один раз посмотрели на экран, и вы уже там, все. Ну, вообще-то, я с трудом себе представляю, как это может угроза для США. Ну, вообще-то, да, если какой-нибудь шпион там, да? Посмотрелся на себя. И все, и до свидос. Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России, да? Для России это может и угроза, а для россиян это благо, ребята. Когда натовские танки пойдут по Воронежу. Точно уговорим. В ГИБДД хотят пересадить, пересадить автомобилистов на общественный транспорт. Ну, короче говоря, все власти из машин, езжайте на общественном транспорте. А кто не поет, расстрел. Не знаю, это моя трактовка. Ну, я не знаю, что они придумали конкретно. Минздрав, ну, подгонец посмеяться. Минздрав заявил о востребованности российских медуслуг в мире. Ой, на международном уровне российская медицина. Мы являемся лидером, лидером. Ого. В таком, например, как борьбе с неинфекционными заболеваниями, туберкулезом. А знаете, почему туберкулез? Действительно, в России туберкулез, вот именно исследования туберкулеза очень сильно развиты. Знаете почему? Потому что много пациентов. А знаете, откуда они берутся? У меня бывшая жена, одна из, работала в туберкулезном диспансере. Там одни зыки, вы чё? Там одни зыки. Туберкулез хватает в этих, в тюрьмах. В тюрьмах. Вот так. И последнее. Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем. О, блин. А здесь какое-то медицинское рассуждение. Ой, медицинское научное рассуждение. Да почему? Да как? А мы просто не можем узнать. Ребята, всё гораздо проще. Они над нами угорают, когда мы спим. Значит, мы их не видим. Всё понятно. Кошки это... Ой, какие-то животные кошки. Хочу кошку завести себе. Мейн-куна, если кто знает. Гришка с ним подружится точно. Ну ладно, ребят. Всё хорошего. До завтра. Я на сегодня день заканчиваю. Пока-пока. Вот так ручкой. Пока-пока. Пока-пока.